Сегодня уже немало игр в жанре интерактивного кино. Огромную лепту в этот жанр внесла компания Quantic Dream, фактически став родоначальником этой концепции. Конечно, попытки были и до них, но именно эта контора показала миру, как оно в принципе должно быть, как этот жанр должен выглядеть, чтобы быть интересным. И этим самым мерилом для всех стала игра Фаренгейт, известная также как Пророчество Индиго. Игра не идеальная, откровенно сдувающаяся под конец, но тем не менее великолепная. Она заставила игроков полюбить этот жанр. Хотя, казалось бы, интерактивное кино, что-то вообще может быть интересного. На самом-то деле может, как оказалось. Причем много и очень. По своей направленности, Фаренгейт это мистический триллер. Причем мистики здесь намного больше, чем триллера. Начинается все с монолога протагониста игры Лукаса Кейна. Он на фоне Нью-Йоркской бурьи рассказывает, что вот жил он, значит не ту жил, но однажды все пошло по известному месту. И нам показывают, как именно это пошло. Сидит он, значит, в такой в туалете забегаловке делать свои дела, как вдруг бац, видение. Мрак, кровь, свечи, бомж какой-то посреди свечей. И впадая в явно ритуальный транс, Лукас Кейн убивает другого посетителя туалета, после чего вдруг приходит в себя. Разумеется, от случившегося он в шоке, так как действия свои не контролировал. И тут начинается геймплей. Причем начинается очень адреналиново. Экран в игре часто разделяется на несколько частей, показывая не только нас, но и то, что творится, скажем, за дверью. И вот сейчас нам дают понять, что за дверью кафе сидят полицейские, и не ровен час они тоже навестят эту комнатушку. А у нас тут кровь и труп. И теперь мы можем действовать. И вот тут включается вся суть жанра интерактивного кино. Мы можем в принципе ничего не делать, а просто с порушенной психикой выбежать из туалета, но, разумеется, тогда окровавленный псих с ножом несущей непонятно что привлечет внимание полицейских и придется в срочном порядке убегать. И это скажется на дальнейших событиях, пусть и не так явно, как, возможно, некоторым хотелось бы, но упоминание этого точно будет. А можно вместо этого, к примеру, спрятать трупы и нож, смыть кровь и спокойно выйти оплатив счет. Главное, слишком сильно не медлить, ибо многое фаренгейте на время. Это не везде очевидно, так как в той же первой сцене. Но иногда нам дают наглядную шкалу времени и показывают, что, мол, вот, полицейский идет по нашу душу, нужно спрятать улики. Это подстегивает быстро и порой судорожно соображать. Прибавьте к этому то, что все действия выполняются нажатием нужных кнопок в стиле квикивента. Или же елоза нестиков или мышки для, например, искусственного дыхания или мойки пола. Притом, везде нужна разная скорость. А иногда, нередко, притом, нужно будет попеременно быстро-быстро так нажимать бампера. Короче, от этого интерактивного кино можно устать посильнее, чем от кино обычного. И удовольствие больше в разы. Отсиживаться лениво на диване, изредка нажимая одну кнопку, здесь не дадут. И вот, любыми путями Лукас Кейн, невольный убийца, сбегает из закусочной. И на его место приезжают еще двое персонажей. Теперь мы берем под контроль полицейских и должны расследовать убийства, которые сами же его только что совершили. Опрашивать свидетелей, искать улики, сами на себя. Разве это не прелесть? Чтобы уж совсем не делать легко, часто прятание Лукаса мулик происходит за кадром, иначе находить их было бы слишком просто. Наши герои-полицейские это Карло Валенти и Тайлер Майлз. И это не просто болванчики, это полноценные персонажи, в жизни которых мы и будем участвовать. В общем-то, это три основных героя. Помимо основных, есть еще дополнительные, на жизни которых мы также оказываем серьезное влияние. Это, например, брат Лукаса или девушка Тайлера. Но основные именно эти трое. Невольно оказавшись по разные стороны баррикад, они в то же время находятся в одной лодке. Потому что хоть Тайлер и проявляет скептицизм по отношению к этому делу, мол, очередной псих, Карле некоторые факты не дают покоя. Тем более, скоро она выясняет новые странные подробности. А уж какову Лукасу Кейну? Мало того, что его психика после убийства разбита, так он еще и вынужден делать хорошую мину при плохой игре, как ни в чем не бывало. Ходить на работу, общаться с девушкой. А после и с полицейскими. Ведь расследование убийства идет. И, в общем-то, лишь вопрос времени и обстоятельства, когда и как полиция выйдет конкретно на Кейна. Но это полбеды. Очень скоро до Лукаса доходит, что тот факт, что он вообще жив после такого, это ошибка, случайность, которую настоящий убийца очень скоро попытается исправить. Попытается, разумеется, в своей манере. Это не нож со спины, а самая настоящая магия. Лукас начинает видеть иллюзии, которые, впрочем, могут убивать совершенно реально. Просто великолепны по своей напряженности и режиссури сцены нападения ангелов или разрушения квартиры Лукаса. Это нечто. Только ради этого уже стоит играть в игру. Но мало Лукасу этого, так он еще и замечает положительные моменты. Его тело изменяется. Он становится невероятно сильным, начинает слышать мысли людей. И чем дальше, тем все. Более невероятные кульбиты он отмачивает. Вплоть до уклонения от пуль. Но на фоне происходящего это не сказать, чтобы его прям сильно радует. Множество вопросов остается без ответов. Что с ним происходит? Кто убийца на самом деле? Почему был выбран именно он? Кто этот мужик в обносках изведений? Почему куда не пойди за Кейном следят то нищие, то вороны буквально на каждом шагу? Ведь это явно неспроста. И понемногу мы будем получать ответы на свои вопросы. В игре содержится множество сцен, скучно не будет. Правда, некоторые из них можно назвать филерными. То есть они никак не толкают основной сюжет или же толкают слабо. Можно было бы опойтись без них. Как правило, они просто создают впечатление живых персонажей. Эта игра умеет делать очень хорошо. Глядя на этих персонажей, ты, несмотря на уже сильно устаревшую графику, чья игре 17 лет, веришь, что это не компьютерные болванчики, а живые люди. Ты веришь, что Маркус действительно волнуется за брата и разрывается между своей верой и любовью к нему. Что Саманта тоже волнуется за судьбу Тайлера и хочет создать с ним семью, а не получить однажды гроб и медаль с его именем. Ты веришь старику-полицейскому, который также разрывается дилеммой, рассказать о встрече с убийцей или нет. Ты даже веришь самому зачинщику всего этого. Ты понимаешь, что его действия обоснованы, пускай они тебе не нравятся. Персонажи живут. Живут на фоне надвигающейся бури. В каждой новой сцене и главе нам в сериальной манере сообщается дата, место и температура. Игра не просто так называется Фаренгейт. Если смотреть сводки погоды и слушать радио, то не тяжело заметить нарастающий страх перед аномальными холодами, которые всё крепче и крепче. Явно грядёт что-то нехорошее. И если не распутать этот клубок срочно, то может оказаться, что уже и не важно, кто кого убил. Но вернёмся к персонажам. Что, помимо хорошо прописанных характеров, делает их живыми? Ну, во-первых, начнём с самого слабого аргумента. С анимацией. Почему самого слабого? Всё просто. Проверка временем. Да, это технология motion capture, захват движений. Тогда ещё прогрессивная, сегодня обыденная. Она даже в базовом недоработанном виде даёт персонажам некую живость, сводя эффект зловещей долины к минимуму. Однако давайте будем честны, сегодня анимация с Фаренгейта смотрится весьма корявенько. Просто потому, что прошло слишком много времени. Поэтому давать этому аргументу ведущую роль глупо. Но глупо и не отметить его. На тот момент это был действительно весомый аргумент к качеству. Современные технологии. Создатель игры Дэвид Кейдж сам участвовал в захвате движения для главного героя игры. Более того, в обучающей части есть его камео, за которое некоторые вот коносики заклеймили его, мол, слишком себе любив этот человек, вот видите, себя в игру встроил собственную. Или, как сейчас говорят, ЧСВ у него. Странно, как-то ей-богу. И всё-таки в первую очередь персонажей делают живыми, опять оговорюсь, помимо прописанного характера, ещё и те самые сцены, показывающие их жизнь. К сожалению, игра достаточно короткая и каждый раз рассказывая что-нибудь, боишься слишком уж сильно заспойлерить. Ну уж простите. Но вот, к примеру, дружеский баскетбольный поединок между Тайлером и Джеффри. Казалось бы, нафига он нужен? Сюжет он вообще никак не толкает. Но зато он показывает, что персонажи вокруг тебя живые, что у них есть свои интересы, свои проблемы, и что зачастую развешанные ружья выстрелят. И если уж было сказано, что давай наспорт баскетбол погоняем, то значит будет тебе такая сцена. Или же бокс между Тайлером и Карлой. Нафиг он не нужен, ведь полюбоваться на Карлова майки можно при более спокойных обстоятельствах. Но он показывает, что полицейские сильно утомляются на работе, что она не даёт им покоя, как дрель в голове или гвоздь в жопе. Им нужна разгрузка. Офигеть разгрузочка, да? Смотрите, как мутузит. За милую душу. К сожалению, у этих элементов есть и отрицательные стороны. Второе их назначение – это растянуть игру. Повторюсь, она довольно короткая, и если вырезать из неё все вот эти вот разминки, да, то можно её ещё немножко подсократить. Или даже множко. И речь не об игре на гитаре, ведь так можно наладить отношения с бывшей. Речь не о головоломках, они несложны и продвигают сюжет. Речь вот, например, о том же боксе. Прежде чем приступить к спаррингу, нужно размяться. И вот ты сначала разминаешься за Карлу, потом за Тайлера. В любом порядке. Между персонажами в рамках сцены тут можно свободно переключаться. И для каждого нужно минимум два подхода. И готовь свои пальцы, сейчас ты будешь бампера наяривать так, что шары в закат уйдут, дым из геймпада повалит, пальца до костяшек сотрёшь. Особенно на высоком уровне сложности, где за ошибки не щадят. Вообще не совсем ясно на значении уровней сложности в интерактивном кино. Усложнение здесь начинает давить на реакцию. Нужно действовать быстрее и точнее. Но тогда ты отвлекаешься от действия, сосредоточившись на квиктайминге. Оно тебе вообще надо? Так что смело ставьте легкий уровень сложности, не пожалеете. В целом система квикивинта тут щадящая. Нужно просто вовремя нажимать показанные на экране клавиши. Щадящая она потому, что если ты нажал не ту кнопку, тебе это не засчитает, как ошибку. Как ошибку тут засчитает только ненажатие нужной. Так что если ты успел донажать нужную, то на среднелёгком уж точно тебя за это простят. Заканчиваем мысль о филлерных сценах. Если бы они не были так сдобрены подобными мини-играми, то воспринимались бы гораздо проще. Например, приходит такая Карла, спрашивает совету у старого полицейского. А он такой говорит, мол, Ну давай-ка по мишеням стрелять. Ну и что тут сделаешь? Стреляешь? Причём дважды. Пропустить это нельзя. И ведь слить тоже нельзя, потому что вдруг он скажет типа, фу, стреляешь как лохушка, иди-ка ты отсюда, не буду тебе ничего. Советуй-то помогать тебе, дур ты тупай, валяй, давай, валяй отсюда, всё, фу. Вот так вот. И нужно ли говорить, что стрельба здесь херовая и бессмысленная, и существует только в этой сцене ради неё же? Более того, в главном меню после прохождения некоторых сцен их можно переиграть, в том числе и эту. И зачем? Вот кому это надо, серьезно? Сам сюжет интересен, но отвлекаться на стрельбу, натягание железа в спортзале? Нет, спасибо. Противовес, множество таких сцен с интерактивами наоборот интересны. Например, у той же Карлы клаустрофобии, ей нужно искать в замкнутом пространстве подсказку, в то же время контролировать дыхание. Или же Лукасу придется пробираться по карнизу над копами, держа равновесие. Но лучше всего игра раскрывается, конечно, в экшн-сценах. Погони, побеги, стрельба, взрывы, все это там будет и будет эпично. Самое интересное, что исходы могут быть разные, в этом плюс интерактивного кино. И иногда даже с проигрышем сражения игра не заканчивается, просто идет по немного другому пути. Также свою лепту в раскрытие персонажей вносит такая игровая механика, как психика. Утомление на работе, усталость, скандалы, выговоры шефа или тем более убийство негативно влияют на психику персонажей. И наоборот, приятные мелочи, типа там навернуть бутер с молоком, сходить в туалет, умыться или просто услышать хорошую новость, повышает показатель психики. Порой на нее влияют внезапные вещи. Смотришь такой телек, а там так фигак, типа хорошая новость, опа, подъем. А за ней тут же говорят, что вот убийцу мы все еще ищем, почти уже нашли, почти вышли. Ну то бишь тебя ищут и почти тебя нашли. И все, психика идет на спад в таком вот духе. И состояние психики здесь тоже оказывает влияние на событие. В самом же начале, о котором я рассказывал, можно кричать нечто не связанное и выбежать с окровавленными руками через черный ход. А можно спокойно выйти. Это зависит от психики. Как персонаж будет вести себя на допросе или разговаривать с любимым человеком, это тоже будет от нее зависеть. Есть и другие цифровые показатели. Например, жизни. Они расходуются в активных сценах. Не во всех, а в тех, где ситуация действительно наносит тебе урон. Или даже убивает. В ином же случае мы погибаем, мы слышим короткий монолог в стиле «Вот, лежу я тут такой, мертвый, так и не выяснил, что же произошло». Этим мне Фаренгейт напоминает Принца Персии, только он говорит, что мол «Нет, что-то, все было не так». Знаете, в чем еще схожесть Принца Персии с Фаренгейтом? С третьим числовым показателем – очками. То там, то тут мы будем встречать карточки с этими самыми очками, то бишь бонусами. Аналог сундуков с очками в Принцах Персии. Зачем они нужны? Ровно за тем же, чтобы в главном меню игры открыть за них разные бонусы. Например, арты, сцены. Ощущение, что это чисто консольная приколюха такая старой школы. Раньше такое в играх встречалось, ну может быть не часто, но просто встречалось. Как бы то ни было, эта фишка себя изжила. Все арты и прочее гораздо удобнее и выгоднее искать в интернете, не заботясь о всяких там очках. А что до сцен, то это единственное, что стоит открывать в Фаренгейте. Но даже вот вообще не озабачиваясь поиском карточек, ты все равно соберешь их за свое прохождение достаточно, чтобы открыть стоящие сцены, которые действительно интересны. А остальное просто мусор. Некоторые у меня вообще не открывались, между прочим. Однако возможность переиграть любую главу очень радует. Такого не хватает часто играм, где упор на события и сюжет. Вспоминая, как тот же Assassin's Creed 2 приходилось перепроходить заново, чтобы посмотреть катсцены. А тут, пожалуйста, выбирай любую главу, да еще и можно ее играть с нового профиля или же просто без сохранения, чтобы не переписывать имеющийся. В игре также полно диалогов. Мы часто тему выбираем сами. И это здесь сделано не очень хорошо, хотя это тоже спорный вопрос. Я понимаю, что разработчики хотели выдержать темп, но вот, например, действие в Mass Effect не окажется слишком уж медленным, по крайней мере мне, хотя там можно выбирать ответ долго. Ну, впрочем, Mass Effect — это Mass Effect. Здесь же выбор варианта ограничен временем всегда. Если не успел, то персонаж вернется к основной конве. И ладно бы только временем, часто еще и количеством. Ты можешь задать один-два вопроса ни по теме, ни более. В итоге ты не можешь пощупать все варианты. Меня это немножко удручает. Как удручает и то, что в совместных локациях с определенным объектом может взаимодействовать только один из персонажей. То есть, если Тайлер осмотрел стол убийцы, то Карло уже не сможет. С другой стороны, все это удручение действительно аннулируется возможностью любую сцену переиграть, причем без потерь. Именно этот момент радует. Часто разработчики озабачиваются темпом игры, не заботясь об удобстве. Тут же позаботились и о том, и о другом. Это просто прекрасно. А знаете, о чем еще позаботились? О камере. Да, эту игру показать бы Миядзаки в 2005 год. И в 2005 году, имея, по-моему, даже меньший бюджет, чем первые соус игры From Software, не имея вообще никакого опыта в жанре Quotic Dream, сделали не самую, конечно, удобную камеру, но гораздо более податливую и настраиваемую, чем в тех же соусах. С поправкой, конечно же, на время. Не скажу, что она удобна во всем. Нет, это не так. Местами она жутко бесит. Поначалу я ее даже ругал. Но стоило чуть-чуть приноровиться, и все стало практически замечательно. Хотя иногда, да, напрягает то, что при смене ракурса меняется и сетка координат, например, и жать нужно уже другие клавиши для нужного направления. Впрочем, если ты зажал направление до смены курса, оно и после смены остается таким же, пока клавишу не отпустишь. Впрочем, это все мелочь. Это так. К слову о том, что ноунеймов 2005 года более-менее получилось, а у From Software из 2009, 2011, 2014, 2015, 2016 годов не получилось. В игре пару раз встречаются флешбеки, и они завязаны на стелсе. Стелс тут чисто условно и порой напрягает. Кстати, именно в стелсе камера часто и норовит застрять в камне. Но в целом он, этот самый стелс, тут такой же щадящий, как и другие сцены. Поэтому, хоть он мне не очень нравится, я как-то не могу отнести его к недостаткам игры. К ним я могу отнести, например, знаете что? Плохой пример для детей. Да, как это ни странно. Учит, понимаешь, наших детишек ходить без шапки и одеваться не по погоде. Ага. Это, конечно, шутка, но все-таки здесь все одеты не по погоде, знаете ли. На дворе от минус 20 до минус 40, а они дома ходят в одних маечках и трусиках. На заснеженных площадках играют в футболках в баскетбол, чапают по снегу в туфлях и без головного убора. Впрочем, ладно, че уж там. Фаренгейт это та самая игра, которая научит детей плохому. И дело здесь вовсе не в кровавых сценах, коих тут на самом-то деле более чем достаточно. В триллере-то. Дело в сценах откровенных. Притом, это очень слабое описание того, что творится на экране. Ведь откровенность тоже бывает разной. Для кого-то и поцелуи уже почти что порно. Здесь же в Фаренгейте есть. Загибайте пальцы. Одна короткая, квадратно-гнездовая сцена обнаженки секунд на 10. Есть танец в конце, переходящий в самый настоящий стриптиз с полностью обнаженной фигурой. А также есть две сцены секса, одна из которых интерактивная и трахать и тебе дохать приходится вручную. Господи, стыд и срам этот ваш Фаренгейт. Это уж не говоря о том, что Карла, мой секс-символ детства, дома разгуливает в нижнем белье. Разумеется, такую срамоту не смогли стерпеть в Северной Америке, ведь там все такие монашки-стесняшки. Кровь, убийство, это пожалуйста, но секс нет, нельзя. Так что для этого региона игра вышла в зацензуренном виде. И знаете что? Она очень холодна. Холодна, Фаренгейт. Ответь ирония. Она очень холодна была принята публикой и в том числе именно по той причине, что там отсутствовали эти самые сцены. Поэтому часто заказывали другие версии этой игры, те самые с обнаженкой. Что еще раз показывать, что целевая аудитория игр и те, кто визжат о том, какими они должны быть и какой процент репрезентативности в них должен содержаться, на деле совершенно разные категории людей. Вот ведь сюрприз. Кстати, название пророчества Индиго тоже дали игре именно для той самой североамериканской чувствительной аудитории. Ведь там не так давно на тот момент вышло расследование на политическую тему, куда приплели терроризм 11 сентября и президента, и в его названии было слово Фаренгейт. Ну вы знаете, что делать. Никакого Фаренгейта на нашей святой земле. Создатель игры вообще не в курсе никакого пророчества Индиго, потому что это название придумали уже Атари, издатели. Еще можно похвалить и поругать русский дубляж. Подбор актеров хороший. Благодаря нему мы со старта знаем, что убийцы вовсе не садовник, а Петр Гланц, да. Глянцевый Петр замечательно вошел в роль Лукаса Кейна. Карла и Тайлер тоже порадовали, при том Тайлера играет Александр Гаврилин. Также среди актеров засветился Дмитрий Филимонов. Ну и конечно же, наверное, лучшая озвучка тут, на мой взгляд, у главного антагониста, голос которому подарил Александр Груздев. Его голос настолько подходит этому персонажу, что это просто идеальное попадание. В чем есть подвох? Ну, в количестве актеров. Когда-то, будучи юным и наивным, я считал убийцами то полицейского, то продавца, потому что и полицейский, и продавец, и убийца говорят одним и тем же голосом. Ну вы понимаете, Груздев и другие подарили голоса и второстепенным некоторым персонажам, точнее даже третьестепенным. Не знаю, как там в оригинале, но в дублюже это очень странно выглядит. Притом, больше всего досталось именно Груздеву, его голосом говорят минимум 4 персонажа. Это вводит в ступор. Ну а в целом локализация очень даже хороша. Не идеально, до Ведьмака второго не дотягивает, конечно, но все же хороша. Помимо антагониста, отлично вышла Карла Валентий. Ну и хватит локализации. Лучше сами взгляните, а точнее послушайте. Короче, поиграйте. Пару слов, разумеется, нужно сказать о музыке. Она тут шикарна. Тут присутствуют музыкальные композиции разных авторов в качестве камео. То в патифоне что-то играет, то там на гитаре кто-то что-то лобает. Я подобное не люблю и саундтреком не считаю. Это все-таки чужие композиции, чужие песни. Мало ли кто там как считает, что они подходят к игре. Не подходят они к игре. К игре подходит только ее родной саундтрек. Хотя пара композиций мне понравилась. Но вот именно родной саундтрек, он загадочный, с мистическими такими нотами. Что на марше, что во время сражения, что даже в спокойные минуты, он очень атмосферный. Собственно, он сам во многом эту атмосферу и создает. Где нужно нагнетает загадочности страха, а где надо надежду. У него всего лишь один минус. Записан он в откровенно херовом битрейте. И, увы, ремастера нет. Что забавно, у самой игры есть ремастер. Но это ремастер из категории тех самых ремастеров, которым самим нужен ремастер. Ремастер ремастера. Халтура, короче. Подтянули разрешение до 4К. Ну, то есть как подтянули, сделали так, чтобы его можно было выставлять без напряга. Ни о какой работе с текстурами и эффектами, даже с саундтреком речь, конечно же, не идет. Играть можно. И удобнее играть именно в него, в ремастер. Но сам по себе этот продукт был ради выкачивания денег создан. Сыграете в оригинал, совершенно ничего не потеряете. На современных машинах он запускается легко и просто, опять же, без напряга. Зачем все это надо было? Ну, понятное дело, ради денег. А теперь позвольте немножечко спойлеров. Давайте так. Вот сейчас на экране вы видите значок со спойлером. Пока он здесь, лучше не слушайте, если не хотите, чтобы я вам что-нибудь заспойлерил. Как исчезнет, возвращайтесь. Ну так вот. Очень уж, знаете ли, хочется рассказать про самый крупный минус игры, на мой, конечно же, скромный взгляд. Это сценарий. Как это ни странно, да. Не весь, конечно, а именно вторую его половину. То ли разработчик спешил, то ли сценарист сдулся, что тоже бывает. Но так бодро и адреналиново начавшийся мистический триллер заканчивается, мягко говоря, скомканно, с нотками такого запаха маразма. Суть сюжета в следующем. Раньше было дофига кланов майя, и они совершали человеческие жертвоприношения, чтобы в агонии жертвы раскрылись две пасти змея, печи тлана. Одна пасть в нашем мире, другая в другом. И получается такая подзорная труба в тот мир. И они там искали дитя Индиго, ответ на все вопросы жизни, смерти и прочего. Но постепенно кланы перебили друг друга, остался лишь один, оранжевый клан. И тот самый бомж, это оракул клана. Он не может марать себя кровью, поэтому назначай случайного палача и жертву. Семь убийств каждые семь лет. Именно они стоят за всем. Лукас не должен был выжить. Палачи едут кукухой и убивают себя в большинстве случаев. Но Кейн оказался наделен силой Хрома. Этакой магией, которой он был облучен еще в утробе матери. Поэтому он и сопротивляется убивающим иллюзиям оракула. Что до вездесущих бомжей, то это, конечно же, сопротивление мировому порядку оранжевого клана. А бомжи просто глаза и уши повсюду. И, конечно же, не обошлось без третьего игрока. И основной косяк кроется в том числе и здесь. Выяснилось, что действует также и пурпурный клан. И я не знаю, чего все фыркают на их сущность. По-моему, ход, что пурпурный клан — это обретшее самосознание искусственный интеллект, гениален. Даже с мотивацией беды нет. Местный Скайнет всегда хочет одного и того же. Но, во-первых, очень странно и нелогично выглядит именно то, что этот искусственный интеллект из всей огромной массы преданий и легенд выудил именно то, которое надо. Учитывая, что выяснить об оранжевом клане можно с огромным трудом и то при личных встречах с некоторыми персонажами, на которых даже не подумаешь. А уж о том, что квечит лан и дитя Индиго реальны, это вообще из разряда веры, которая, ну, не подобает искусственному интеллекту. И, тем не менее, ИИ берет название пурпурный клан и действует в рамках религии майя. Увы, это сова, натянутая на глобус. И снова, увы, не единственная. Очень скомканная финальная битва. Нет массовки, событийность будто бы кастрирована, словно хотели поскорее уже все это закончить. Завершающие же сцены и вовсе преисполнены маразма. Если раньше одежда не по погоде и била по глазам, то здесь в жаре одетая по зимнему Карла. Да, это в хорошей концовке. И еще это все на поляне, скорее уж похожей на тот свет или на иллюзию Оракула, чем на парк или лес. Но нет, это не теория заговора, это, к сожалению, халтурный подход к концовке. Очень халтурный. Халтурнее, чем в Mass Effect. И вообще, большой эффект вызывает само наличие детей Индиго в сюжете. Ощущение, будто это бог из машины, который затыкает все дырки. Тут важен не столько сам факт наличия ребенка, это-то ладно, но как это обставлено? А никак. Она просто появляется. У нее, кстати, есть имя Джейд. И его знает Карла. Откуда? Ее имя нигде никому никогда не сообщалось. Ребенка с боем выкрали из приюта, ни у кого ничего не спрашивали. Сама она не разговаривает, это самая Джейд. То есть, видно, что отрезали большой смысловой кусок. С Хрому примерно та же история. Что это такое? Откуда оно взялось? Неоткуда, оно просто взялось, чтобы обосновать, а почему Лукас Кейн такой крутой и куда мы в конце едем? Воскрешение пурпурным кланам Лукаса выглядит тоже странным. Если они легко возвращают жизнь, то почему бы не воскресить кого-то более полезного? Например, жертву ритуала, который видит глазами Оракула. Но это ладно. Если вернуть к жизни можно только недавно умерших, то зачем тогда вся эта возня с Агатой? Восстановили бы Тиффани Харпер. Ей бы Лукас тайно выдал куда охотнее, и ребенка бы отдал ей очень охотно. Он же хотел с ней мутить. Уж по крайней мере охотнее, чем какой-то старой бабе призраку. Да и в принципе получается, что Лукас уже из этой игры явно не выходит победителем. И ладно бы, но он технически мертв. То есть, он выдыхает холодный воздух. Он на ощупь ледяной. То есть, кровь не циркулирует по телу. Но Шишкан почему-то все еще дымит, и Карла ждет от него в итоге ребенка. Это вообще как? И что это будет за ребенок такой от трупа? Что это за некрофилия вообще такая? И каково Карле жить с ледяным ожившим трупом, не нуждающимся в еде, в воздухе, ну, пока в сексе разве что нуждающимся, который никогда при этом не умрет? Так себе хэппи-энд, даже при наличии этого самого хэппи-энда. Его тут явно быть не должно. Или это должно было стать одним из вариаций событий. В итоге же это единственный исход, по крайней мере, позитивный. Негативный, ну, они не сильно отличаются от позитивного. С Пурпурным кланом ситуация та же, что и с Джейд. Они появляются внезапно и внезапно уходят. Нам о них сообщают мимоходом, хотя это, извините меня, важное событие. Я полагаю, изначально в сценарии действительно задумывался конкурирующий клан. И, может быть, он изначально был под руководством искусственного интеллекта. А может быть, и не был. Возможно, тот в одно время перехватил власть у настоящих владельцев клана, если можно так выразиться. Но явить себя он мог в игре иначе. Или даже, ладно, фиг с ним, он мог быть раскрыт гораздо шире. Диалогов с Пурпурным кланом в итоге всего два. И оба они о том, что век людей окончен, пришло в римок хиборгов. И еще о них вскользь говорит глава невидимок. Все, больше ничего. Ну так не пойдет. В общем, начиная с середины, повествование катится куда-то не туда, а ближе к концу и вовсе происходит откровенная фигня. Спасает ситуацию то, что это происходит плавно и подмену замечаешь не сразу. А так как игра короткая, то и вовсе к финалу. Хотя впечатление это очень сильно смазывает. А я не понял, что вы делаете в моем холодильнике? Ну нахер. Но даже несмотря на это недоразумение, игра все равно шикарна. Кровь, древнее колдовство, пророчества, постоянные дилеммы и нарастающий холод. Такая вот игра. Фаренгейт. И куда бы ты ни пошел, вороны следят за тобой. Я очень рекомендую эту игру всем, кто по какой-то случайности с ней еще не знаком. А тем, кто уже знаком, тоже рекомендую перепройти. Это не просто родоначальник жанра, на который можно так посмотреть с уважением и улыбкой, понимая, что в это ты уже играть не будешь и бы устарела. Нет. Эта игра не устарела нисколько, потому что ее основной костяк соткан из нестареющих материй, захватывающего сюжета, классной музыки и отличной атмосферы. Настоящий обращик жанра. Субтитры создавал DimaTorzok